Девушки отдыхают О, благодарю! Девушки отдыхают Сегодня помогать, померить их знания, которые уже ими получены. Это Вероника Некрасова и Владислав Анечкин. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, давайте с вас и начнем. И прежде чем начнем мы наш разговор, я предлагаю историческую справку, в которой и будет содержаться наш первый вопрос для вас. Диагноз грипп уже давно стал привычным. Поднимается температура, льет из носа, болит горло. Ничего не поделаешь, придется дней 10 посидеть дома, глотая горькие таблетки и давясь молоком с медом. Но ведь это не смертельно. А вы уверены, что нет? А ведь меньше 100 лет назад от эпидемии гриппа погибло почти 40 миллионов человек. Над причиной этой болезни врачи бились веками. Существовало множество теорий. Ученые пытались связать вспышки гриппа с болезнетворным влиянием электрического поля Земли, колебаниями температуры воздуха и изменением количества осадков. Некоторые специалисты размышляли о влиянии количества озона в воздухе на возникновение эпидемии. А кто и когда положил конец этим фантастическим теориям, предложив научному миру достоверную с медицинской точки зрения причину возникновения гриппа? Ребята, готовьте ответ на поставленный вопрос. Ну а мы пока начнем наш разговор. Дмила Павловна, первый мой вопрос будет, ну, такой очень серьезный. Наши соотечественники считают, что ОРВИ, ОРЗ, ГРИ, просто простуды – это все одно и то же. Но на самом деле ведь известно, что это разные диагнозы и разные подходы к лечению. Термин «острое респираторное заболевание» – это общее понятие, которое объединяет инфекционное заболевание дыхательных путей, которые могут вызываться не только вирусами, но и бактериями. И вызывать у человека так называемые респираторные симптомы, такие как кашель, боль в груди, насморк, повышение температуры. Что касается термина ОРВИ, то здесь более конкретный диагноз, так как подчеркивается вирус на природе заболеваний. Но на сегодняшний день известно более 300 типов вирусов, которые могут вызвать респираторную инфекцию. И до 95% всех случаев острых респираторных заболеваний, как правило, вирусной теологии. Поэтому разделение ОРЗ или ОРВИ – это довольно условно. Что касается термина простуды, то надо сказать, что это бытовое название тех же заболеваний инфекционной природы. Но, как правило, люди связывают возникновение простудных заболеваний с таким фактом, как перехлаждение организма. И на фоне ослабленного иммунитета, как правило, появляются такие же симптомы, как кашель, повышение температуры и все те же респираторные симптомы, которые характерны для респираторных инфекций. Отдельное место занимает грипп в структуре вот этих заболеваний. Грипп – это острое вирусное заболевание, которое склонно к очень быстрому распространению среди людей и может вызвать эпидемию и даже пандемию. Пандемия возникает тогда, когда появляется новый потип вируса гриппа. Надо сказать, что в общей структуре острых респираторных инфекций на грипп приходится всего 18-20%. А остальные заболевания – это заболевания негриппозной идеологии. И поэтому, когда осложняется эпидемиологическая ситуация по гриппу чаще в холодное время года, то речь идет об активности не только вирусов гриппа, но, в первую очередь, вирусов негриппозной природы. Ну вот, что касается гриппа, эпидемия пандемии, конечно, опасны для человека. Могут сопровождаться высокой и заболеваемостью, и смертностью людей. И так вот, по оценкам, одна только пандемия 2009 года унесла жизни более 400 тысяч человек. Это не только лица, которые относятся к группам повышенного риска, такие как пожилые люди, люди с хронической патологией, беременные женщины, но это и вполне здоровые молодые люди. Людмила Павловна, ну если мы говорим уже о эпидемиях гриппа, то, наверное, нужно сказать и о том, на какие основные симптомы нужно обратить внимание, когда человек почувствовал, что он простудился. То есть что действительно серьезно и может явиться признаком действительно гриппа? Грипп имеет довольно типичную клиническую картину, и в зависимости от того, в какой форме человек заболевает, могут проявляться вот симптомы гриппа. Типичные симптомы гриппа – это всегда острое внезапное начало заболевания. Заболевание начинается буквально за считанные часы, минуты, повышается температура до 38-9 и более градусов, появляются сильные головные боли в глазных яблоках, надбровных дугах, высокая слабость, утомляемость организма, боль в мышцах, в суставах, и в отдельных случаях может быть даже головокружение. Вот при таких симптомах надо заподозрить грипп. Конечно, как я уже сказала, грипп может подсекать и в легкой, и в средней тяжести формах, и есть так называемые тяжелые и молниеносные формы гриппа. Вот две последние формы гриппа наиболее опасны, так как могут быть тяжелые осложнения после заболевания. У нас преобладает в основном средняя форма заболевания, и в таком случае как-то к третьему дню после начала заболевания у человека состояние может улучшаться, ну, конечно, при принятии лечебных мер. И к пятому-седьмому дню человек выздоравливает. Ну и все-таки вопрос к вам, как к врачу-эпидемиологу. Все-таки эпидемия гриппа, она сейчас у нас есть, и какие прогнозы вообще для Европы, для мира в этом году? На сегодняшний день в Беларуси уже регистрируются случаи гриппа. В первую очередь это случаи гриппа среди непривитых лиц. Но уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями остается пока на обычном сезонном уровне, характерном для этого периода года. То есть отмечается эпидемический подъем заболеваемости. Надо отметить, что в соседние страны уже заявили о том, что у них регистрируются вспышки эпидемии гриппа. Это такие страны, как Латвия, Узбекистан, Словакия. Они заявили об активности вирусов гриппа в такие страны, как Норвегия, Швеция, Турция. Высокая заболеваемость в Центральной Европе, это в Венгрии, Румынии. Я как эпидемиолог призываю к тому, что надо иметь эпидемиосторожность и быть готовым к тому, что может эпидемия не минет и нашу страну. Вопрос иммунитета очень важный вопрос при любом заболевании, и особенно при простудных заболеваниях и гриппе в частности. Считается, что люди с сильным иммунитетом реже болеют. Так вот, что касается гриппа, что такое в принципе сильный иммунитет, если он против гриппа, и болеют ли эти люди с сильным иммунитетом? Когда мы говорим о том, что у человека сильный иммунитет, это первое, что мы имеем в виду, что человек не болеет гриппом и респираторными инфекциями. Вообще, понятие иммунитета – это специфическая невосприимчивость к возбудителям инфекционных болезней, которая развивается тогда, когда организм встречается с чужеродными агентами, антигенами. Вообще, понятие иммунитета – это очень сложная, сложная многокомпонентная работа всего организма на любом уровне, на клеточном, молекулярном, на тканевом уровне. Это очень сложный механизм, и это обусловлено, может быть, и природными врожденными свойствами, которые передаются по наследству. И, конечно же, в большой степени иммунитет, на иммунитет влияет и приобретенные факторы, то есть это наш образ жизни, это экологическая ситуация, место проживания человека. В городе больше шансов встретиться с вирусом гриппа, и иногда даже эпидемиологи называют грипп – это болезнь контакта, болезнь крупных городов. Популяция людей, до 11% населения, не болеют вообще в течение года ни гриппом, ни другими острыми респираторными инфекциями. Оказывается, что они больше внимания уделяют именно физической культуре, спорту и закаливанию. То есть закаливание для них – это один из основных способов профилактики. Образ жизни – это ведь не только отказ от вредных привычек, но можно выделить три таких правила, которые действуют всегда. Это рациональное питание, это физическая активность и, конечно, полноценный сон и отдых, что очень важно. И еще бы хотела сказать, наверное, обратить внимание на такой момент, как морально-психологический аспект заболевания, потому что мы тоже проводили исследования, и есть люди, которые часто болеют гриппом, имеют осложнение, они чаще, они опасаются больше и чаще заболеть с гриппом, чем здоровые люди. Потом стресс, ведь это тоже важный фактор риска для здоровья, поэтому надо избегать стрессов, вырабатывать стрессоустойчивость, иметь положительное мышление, что очень важно тоже для укрепления иммунитета нашего. Спасибо. То есть настраиваться на здоровье. Спасибо. Ребята, ну, у вас было достаточно времени для того, чтобы подготовить ответ на наш первый вопрос. Я напомню его. Кто развеял фантастические теории о гриппе, да, и дал человечеству первое понятие о причине гриппа? Ну, кто первый будет отвечать? Вероника, пожалуйста. Ну, официально медицина столкнулась с понятием грипп еще в начале 20 века, когда был выявлен так называемый птичий грипп. И уже спустя несколько десятков лет, в 1931 году, американский ученый Ричард Шоуп, изучая грипп свиней, выделил именно вирус гриппа. И в последующие 15 лет ученые выделяли и выявляли вирусы гриппа человека типа А, Б и С. Можно добавить? Да, Владимир Владимирович, пожалуйста. Ну, ясное дело, человечество уже сталкивалось с этим заболеванием задолго до вот этих исследований. То есть, если мы вспомним различные эпидемии, пандемии, ну, например, испанка та же. Ну, вот и во время одной из таких эпидемий в 1889-1992 году, один немецкий ученый Ричард Пфайфер обнаружил в мокроте пациента палочку небольшого размера, которого впоследствии и назвали, собственно, палочкой Пфайфера. Вот. И, как вот моя коллега уже сказала, что впоследствии ученые, медики выяснили именно вирусную этиологию данного заболевания. Людмила Павловна, у нас есть что-то еще добавить к тому, что сказали ребята? Ну, в принципе, студенты справились прекрасно с заданием. Мы назвали достоверные исторические факты. Я думаю, они молодцы. Ребята, мы уже начали обсуждать сегодня вопросы иммунитета, его укрепления, и, в частности, закаливания как составляющая часть этого процесса. Ну, хотелось бы предложить вам посмотреть следующий сюжет о пользе закаливания водных процедур. И там же будет для вас вопрос. Внимание на экран. Доказано, что обливание холодной водой приносит пользу, укрепляет иммунитет и оздоравливает тело. Это универсальный способ подзарядиться позитивом и улучшить обмен веществ. Но с точки зрения медицины это, конечно, определенный стресс. Все процессы в организме активизируются, мгновенно усиливается кровообращение, работоспособность внутренних органов и выделяется адреналин. Тело просыпается и выходит на новый уровень производительности. Все это приводит к общему оздоровлению, похудению и целой массе позитивных результатов. Но есть ли минусы и кому противопоказано закаливание? Это вопрос для вас. Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Вы готовьте свой ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Людмила Павловна, большинство людей все-таки выздоравливает. Простуда это или грипп? Но, тем не менее, у гриппа есть очень серьезные осложнения. Что это за осложнения? Как их распознать? Да, действительно, грипп опасен своими осложнениями. И наиболее частым осложнением является пневмония бактериальной теологии. Бактериальная пневмония может быть и комбинированная пневмония вирусная плюс бактериальная инфекция. Обычно у людей, часто болеющих, осложнения развиваются в 50% случаев. То есть практически у каждого второго часто болеющего могут быть осложнения. Среди наиболее грозных осложнений, конечно, это первично гриппозная вирусная теология пневмония вирусная. И это заболевание встречается довольно редко, но имеет тяжелые последствия и даже летальные исходы. Среди других осложнений, как правило, которые присоединяются уже после перенесенного гриппа, это бактериальные инфекции, которые могут вызвать и трахеиты, бронхиты, трахеобронхиты, синуситы, ациты. У маленьких детей в возрасте до двух лет предрасполагающими факторами к развитию осложнений, как правило, являются перенесенные родовые травмы, недоношенность, может быть, аномия или рахит и другие врожденные поруки развития. Что касается людей пожилого возраста, то осложнения возникают чаще у тех, которые имеют различные хронические заболевания, различные локализации. И они, в первую очередь, могут подвергаться осложнениям после перенесенного гриппа. Женщины чаще имеют осложнения, чем мужчины. И у женщин чаще развиваются такие осложнения, как трахеиты, бронхиты. Но вот для мужчин наиболее опасным является именно развитие осложнения такого, как пневмония. Пневмония мужчин в два с половиной раза чаще возникает, чем у женщин. Еще хотела обратить внимание на такой факт, что лица, часто болеющие, имеющие осложнения после заболевания, имеют более выраженный кариес. Интенсивность кариеса у них выше, чем у практически здоровых лиц и ни разу не болеющих. Поэтому надо обратить внимание, конечно, на этот факт. И я бы каждому рекомендовала, чтобы, по крайней мере, не менее двух раз в год посещать стоматолога для профилактического лечения, учитывая то, что это тоже очаг инфекции. Если говорить о профилактике, то одной и, по мнению врачей, самой эффективной меры является все-таки вакцинация. Тем не менее, у населения на сегодняшний день нет стопроцентной приверженности к этому методу профилактики. Почему? Какие опасения у людей? Предлагаю посмотреть. Грипп не является серьезной проблемой, поэтому я не нуждаюсь в вакцинации. В результате вакцинации я могу заболеть гриппом. Вакцина против гриппа может вызвать серьезные побочные эффекты. Я был ранее вакцинирован, но все равно заболел гриппом, а значит, вакцина неэффективна. Я беременна и поэтому не должна вакцинироваться против гриппа. Итак, давайте по очереди. Грипп не является серьезной проблемой. Но, наверное, сегодня, говоря о статистические цифры летальности, мы уже сказали, ответили, что, наверное, это глубокое заблуждение, что это действительно серьезная проблема, и поэтому вакцинация должна быть. Следующий вопрос у нас был, или следующий, а нет. В результате вакцинации я могу заболеть. Давайте это заблуждение развеем. Я могу ответить таким образом, что мы прививаем только против гриппа, против трех наиболее опасных штаммов гриппа, которые циркулируют в настоящем эпидемическом сезоне. А против других возбудителей, негриппозной теологии мы не прививаем. Поэтому, если человек привился и заболел, то вряд ли можно сказать, что он заболел гриппом. Скорее всего, что это была острая респираторная инфекция негриппозной этиологии. По статистике, до 90% случаев заболевания гриппа мы можем предотвратить с помощью вакцинации. А что касается пожилых людей, то есть те, которые относятся к группе риска, то предотвращается не только тяжелая форма заболевания, но и осложнение среди этой группы. Вакцина против гриппа может вызвать серьезные побочные эффекты. Что здесь нужно сказать? Какие еще возможные побочные эффекты, кроме того, что мы сказали, что человек просто заболевает в более легкой форме? Вакцина, как любое лекарственное средство, может иметь свои побочные эффекты. Есть противопоказания к проведению вакцинации. Поэтому, как на любое лекарственное средство, могут возникать аллергические реакции. И противопоказаниями к вакцинации являются аллергия на яичный белок, на антибиотики, индивидуальная непереносимость вакцины, иммунно-дефицитное состояние. Человек говорит, что я ранее был вакцинирован, но все равно заболел гриппом. Значит, вакцина неэффективна. Человек, если он привился и заболел, то речь, скорее всего, идет о заболеваниях именно не гриппозной теологии, а вызванной любыми другими возбудителями. Это могут быть и вирусы парагриппа, и аденовирусы. В мире существует глобальная сеть эпидемиологического надзора за циркуляцией возбудителей среди населения. И во всех странах отслеживается, какие возбудители будут активны в предстоящем эпидемическом сезоне. То есть о том, какие будут циркулировать вирусы в нынешнем эпидемическом сезоне, уже давно известно было в лабораториях. В феврале уже начали выпускать вакцины, которые полностью по своему составу соответствуют тем штаммам вируса, которые циркулируют среди населения. Как правило, это два типа вируса А и вирусы типа Б. Вакцинация защищает от серьезных осложнений и способствует тому, что человек переносит легко заболевание. Вот могу сказать, что по оценкам эффективности профилактической работы в прошлом сезоне, ни одного случая тяжелой пневмонии не было выявлено у вакцинированных людей. Ну и последнее нет. Я беременна, поэтому прививаться от гриппа не должна. Что здесь мы можем сказать? Должны все взрослые люди и дети, и взрослые, и беременные женщины, в том числе, потому что беременные женщины относятся к группе высокого риска заражения. И вот я могу назвать, по крайней мере, несколько причин, по которым, в первую очередь, женщина должна прививаться против гриппа. Во-первых, женщины более восприимчивы к вирусу гриппа. В связи со своим физиологическим состоянием у них иммунитет немного ослаблен. Во-вторых, если она заболевает гриппом, то она переносит заболевания более тяжело и с осложнениями. Особенно это опасно для тех женщин, которые имеют уже хронические какие-либо заболевания или имеют болезни обмен на веществ, такие как сахарный диабет. И третья причина, по которой надо прививаться грипп, представляет угрозу не только здоровью матери, но и здоровью будущего малыша. Поэтому прививаться, конечно, надо. Спасибо большое. Ребята, у вас было достаточно времени, чтобы вы подготовили ответ на наш второй вопрос. Я напомню вам его. Закаливание. Какие минусы у него могут быть? И есть ли противопоказания к проведению закаливающих процедур? Хочешь начать с того, что закаливание – это не лечение, это больше как мера профилактики. И каждый человек должен понимать, что, занимаясь закаливанием, он подвергает свой организм опасности. Поэтому человек должен всячески к этому подготавливаться. То есть это какие-то физические нагрузки. То есть человек должен знать свое состояние здоровья, какие усилия он может приложить для этого. Вот. Что хочется еще добавить? Тут можно выделить три основных пункта. Это постоянство, потом комбинирование и постепенность. То есть закаливанием нужно заниматься все время. Не только летом, например, когда на улице тепло, можно выйти и обдать себя водой. Надо помнить, что этим надо заниматься всегда и в любую пору года. Теперь постепенность. То есть нельзя начинать с таких грубых нагрузок на организм, потому что это приносит только вред человеку. Поэтому нужно делать все постепенно, с чего-то простого к более сложному. И комбинирование. То есть, понятно, нельзя, например, обдаться холодной водой и находиться в холодном помещении. Это вред для организма. Поэтому человек после того, как он принял холодный душ, обязан укутаться в теплое одеяло и согреваться в свой организм. Чтобы это не привело к каким-то вредным последствиям. Переохлаждение. Да, таким как переохлаждение. К фактору, наоборот, развития заболевания. Ну, а про противопоказания. К противопоказаниям будут относиться обострение хронических заболеваний, наличие воспалительных процессов в организме. Это инфекции мочеполовой системы, это различные кожно-нерологические заболевания. Также заболевания либо нарушения сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта или центральной нервной системы. То есть человек перед тем, как начать закаливание, он должен знать, что у него нет таких серьезных хронических болезней или на данный момент обострения, да, или острых процессов. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие сегодня в нашей программе. Ну, а Людмилу Павлову я хочу попросить дать общие рекомендации для наших соотечественников, для наших телезрителей, как уберечь себя от гриппа. Первое, что надо учитывать, что грипп – это все-таки болезнь контакта. Вы заразиться, вероятнее всего, вы можете, находясь в замкнутых пространствах. Поэтому надо как можно чаще избегать многолюдных мест, реже бывать в местах скопления людей. Надо как можно больше бывать на свежем воздухе, заниматься активно ходьбой. Причем, регулируя при этом дыхание, вы можете тем самым улучшить легочную вентиляцию кровообращения, что тоже является элементом закаливания в какой-то степени. Конечно же, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены. Это мытье рук с мылом после каждого пребывания на улице. Самое простное мероприятие эффективное – это проветривание помещений, увлажнение и регулярные влажные уборки. Они будут способствовать уменьшению концентрации вируса и вероятности заразиться помещением. Людмила Павловна, спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. До свидания, до новых встреч. Спасибо. Про насморк говорят. Можно лечить, можно не лечить. Все равно пройдет за 7 дней. С гриппом такие рекомендации не пройдут. Поэтому будьте здоровы, а если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова